Ребятки, всем доброе утро. Мы тут играем, Сережа завтракает, и мы сегодня поедем в МФЦ подавать документы на оформление собственности квартиры и кладовки. Не знаю, удастся ли нам с первого раза отдать все документы, потому что и в интернете разные информации написаны, где-то какие-то указаны документы, в другом месте указаны только те, которые не нужны. Но нам в любом случае сегодня нужно будет выезжать из дома в город, потому что нужно сегодня съездить еще в управляющую компанию, там подписать документы некоторые. Сегодня у нас опять день разъездов. Не знаю, на сколько затянутся все документы. Мы в понедельник ключи получили, хочется как можно быстрее все эти бумажные дела закончить и все, уже не думать об этом. Нужно отчитаться перед банком, потому что нам нужно оценку в банк отдать, нам нужно, ну, то, что мы оформили право собственности, и плюс еще нужно застраховать квартиру. Страховать, скорее всего, будем онлайн, только я не выбрала в какой организации, потому что почти из тех страховых, которые аккредитованы Сбербанком, ужасный рейтинг. Я не знаю, как быть. А в самом Сбербанке страховка стоит в два раза практически дороже, чем в других организациях. Самое главное, значит, я вам не рассказала. Сегодня в 5 утра один молодой человек решил проснуться. Проснулся. Через некоторое время другой молодой человек тоже проснулся. Встал, Сема скушал творожок и лег обратно спать. И Сережа вместе с ним. И сижу я такая где-то часов в 7. И не понимаю, как так это произошло. Короче, вот такое сегодня у нас немного странное утро было. Ну, ребенок потом в итоге до 9 что ли проспал еще. Или до полдесятого. И все, и вот сейчас окончательно встали. И ждем, когда папка наш поест. Сема, уронишь? Мы тут приехали в пациент. Пока Сережа оформляет документы, мы с Семой играем карандашами. Так вот этот молодой человек должен лишь спать. Но он что-то пока никак не поверит. Далеко пошел? Все? Свиняки так вот. Мы уже почти закончили все свои дела. И сейчас ждем Сережу, пока он выберет себе футболку и штаны. Решил себе купить. Мы только что приехали, покушали, зашли в бухгалтер. Да, все, до дома никак не доедем. Сема, видимо, не наелся и живет маминой волосики, да? Ой, короче, дела сделали, договоры отдали. Что нам еще осталось? Вроде все. Ну-ка, иди сюда. Давай. Вся михручок. Оп. Все. Будешь теперь здесь ходить. Ребятки, мы пришли домой, наконец-таки. На улице такая ветрища у нас сегодня, что прям вообще кошмар. Сносит просто нас, но коляску невозможно вести. Кошмар. Хотя тепло на улице. И мы зашли с Сережей. Ну, я вам уже говорила, что мы одежду ему выбирали. И нам опять дали купончик где-то здесь. Где он опять? Все. Где купон? Гарантия на обувь. Гарантия на обувь. Все. А где купон? А где? А где? А где? Где-то тут, собственно говоря, должен быть вообще-то. Купон. А, вот он. Дали купон на следующую покупку на 500 рублей. Я вам говорила, мы обувь, когда вчера или позавчера там купили. Все, а мне лезь, пожалуйста. И вот сейчас еще один дали. Ладно, вот этот ты можешь взять. Мы их, наверное, используем, потому что купили Сереже одежду. Да, блин, жопка эта. Купили Сережу одежду, он говорит, купи себе. Он просто меня там полчаса, наверное, уговаривал, заставлял. Но в итоге ничего не купили, я не сказала, что я не знаю, что мне надо, что я хочу, что я не хочу. В итоге вот подумала, подумала и говорю, ладно, давай еще подождем немножко. Я подумаю, что мне надо, и тогда купим. Потому что я себе вещи крайне редко покупаю. Не вижу смысла что-то покупать новое, да, когда у меня уже есть в чем ходить. Но вот Сереже просто ему неудобно то, что ему постоянно одежду покупаем, а мне нет. Да, а ты что? И вот он настаивал, настаивал. В итоге я отказалась, как вы понимаете. И мы Сереже купили вот такую вот футболочку. Сережа сказала, что не хочет больше ходить все время в сером. И вот такую футболку взяли. И трико вот такие вот оливкового цвета. А я даже не знаю, что я себе хочу. Наверное, джинсы какие-нибудь. Я не знаю. Джинсы, потому что мне мои стали какие-то огромные. Либо растянулись, либо я еще похудела. И они с меня спадают. Я их постоянно поправляю. Джинсы, наверное, надо. А еще чего? Не знаю. Он сказал, на 5 тысяч хотя бы себе что-то выбрать. Понятия не имею. Вот знаете, я всегда так откладываю. Вот нам нужны деньги на ремонт. Зачем я сейчас буду себе что-то покупать, тратить лишние деньги? А потом так думаешь, если что-то купить сыну, мне вообще не жалко. Я им там и за 3 тысячи кроссовки куплю. Но вот на себя как-то не то чтобы жалко. Просто не хочется. Не вижу в этом смысла. Вот. А то, что дело касается откладывать все на ремонт, экономить, экономить. Ну, ремонт, он у нас может длиться годами. Как бы жить нужно сейчас, сегодняшним днем, да? Вот так вот, ребятки. Все. На этом наши покупочки. Все. Ребятки, я вышла одна. Без своих постоянных спутников в жизни. Без ребенка и мужа. А иду на шугаринг. И надеюсь, хоть что-то слышно, потому что ветрище нереальный. Все, ребятки, я уже возвращаюсь домой. Так что прощаюсь с вами. Не было мне дома 3 часа. Всех люблю. Целую всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok